ПЕВЦА ПЕВЦА Писали рабочие колхозники, актеры и музыканты, студенты и школьники, писали о высоком чувстве наслаждения искусством певца, о своей признательности певцу-гражданину, о мыслях и чувствах, которые пробуждает он в слушателях своим искусством. О том, какие чувства вызвали эти письма в самом певце, Георг Карлович рассказал пять лет тому назад в передаче, посвященной его 50-летнему юбилею. На мой вопрос, как он относится к письмам слушателей, к этой стороне своей славы, он ответил. Ну, я бы не стал категорически утверждать, что это совсем уж неприятная сторона. Правда, мне приходится получать письма, которые вызывают не особенно приятные чувства. Но это в основном письма, в которых кроме словословия или желания получить с автограф, фотографию, ничего нет. На такие письма нет, как правило, ни времени, ни желания отвечать. Но есть письма, авторы которых серьезно относятся к моему искусству, и оно становится для них поводом для серьезных рассуждений. В их письмах присутствует и критический анализ моего творчества, и оценка его общественного звучания. До сих пор мне помнится, например, письмо одного киевского рабочего, который после передачи «Хотят ли русские войны?» писал мне. Я только что вышел из больницы после тяжелой операции ног. Я приехал домой, когда началась передача, и я слушал ее стоя. Настолько взволновала она меня. Подобных писем тогда я получил много, но все они были вызваны не столько моим исполнением, сколько общественным звучанием самой песни Эдуарда Калмановского. И люди писали мне не только как певцу, но и как члену Советского комитета защиты мира. Но все это было потом. А вот как начиналось его триумфальное шествие по эстрадам страны и за рубежом? У микрофона заслуженный деятель искусств республики, композитор Геннадий Подельский. Мне посчастливилось быть одним из первых, или вернее даже самым первым аккомпаниатором Георга Карловича Отца. Я помню, это было в те времена, когда он уже учился в консерватории, а я только собирался поступить. Но в то время я работал, это были, по-моему, послевоенные годы, 46-й или 47-й год. Я работал на эстонском радио в качестве аккомпаниатора. И у нас проходили такие передачи знакомства с известными певцами. И вот так, аккомпанируя нашим известным эстонским певцам, дошла очередь до отца Георга Отца, до Карла Отца. И когда мы с ним познакомились, подружились, и я угодил ему, он мне тогда сказал, что он в следующий раз приведет своего сына. Но я уже знал фамилию Отца и слышал о его триумфе в известной такой оперете, которая называлась «Ветер в пустыне», которая с большим успехом шла тогда в театре «Эстония». И Отца исполнял там ровную роль и очень славился, так сказать, и исполнительским мастерством, и также с его уст, можно сказать, это оперета, ее арии, получили очень большое распространение. Ну и вспоминаю этот случай, когда действительно пришел вместе с Карлом Отцем в студию. Молодой человек в расстегнутой рубашке, это было летом, и сказал здравствуйте, говорит, Георг, и вот так мы с ним познакомились. Ну, отец сказал, что, говорит, вы уж ему, так сказать, задайте жару, он вообще, говорит, в смысле ритмики, говорит, очень любит так, чтобы все было, ну, так, в общем, в хорошем темпе, и все. И тогда мы начали, по-моему, если не ошибаюсь, Дон Жуана как раз, с Моцарта. ПЕСНЯ 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 Ну и встретившись с ним, и как-то почувствовав общий такой пульс, который у нас при музицировании появился, мы как-то почувствовали друг к другу уважение, симпатию, и хотя я был на семь лет моложе его, но как-то он прислушивался и к моим каким-то замечаниям. И одним словом, у нас завязалась творческая дружба, которая ни много ни мало продолжалась, вот, можно сказать, и по самое последнее время. Почти свыше 15 лет я ездил на его сольные концерты вместе с ним, выступал и по многочисленным, можно сказать, городам Советского Союза, а потом мы ездили за рубеж. На моих глазах Отц вырос большого мастера вокала, незаврядного исполнителя, как западной европейской классики, так же и русской классики. Ему давалось с поразительной легкостью и кантиленная музыка, и так же романсы. Особое место нужно отвести народным песням. Он очень легко умел вникать в суть каждой народной песни. Он владел многими языками, умел схватывать именно своеобразность вот исполнения каждой народной песни и угадывать какую-то ее неповторимую своеобразность. Я помню, когда мы готовились к Союзному первому конкурсу на лучшее исполнение романсов и советской песни, а Отц тогда готовился, как, можно сказать, исполнитель сольный, так же и дуэтом. Вот дуэтом вместе с Виктором Гурьевым они подготовили тогда одну мою песню, которую я только что написал тогда в то время. Эта песня называется «Люблю тебя, мой край родной». И они ее спели в Москве и получили тогда первую премию. Для меня это, конечно, было очень приятно, когда песня исполнилась под такой большой аудиторией. Но вот до сих пор я помню, как звучала эта песня в их исполнении, и как много Георг Карлович сделал для того, чтобы придать ей такую, можно сказать, незримую красоту, такую свежесть, которую я потом почти не встречал ни у кого из исполнителей. И благодаря такому исполнению она получила широкую популярность. Люблю тебя, мой край родной, Мой край родной И как мне дорог ты Мой край родной О, как мне дорог ты Мне дорог ты Твоею скромной красотой Полны мои мечты Тенистый сам зовет меня И над рестой луной Шумит камыш густой Камыш густой Здесь юности прошли года Здесь мы росли с тобой Субтитры создавал DimaTorzok 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 С этого конкурса, где Отц стал лауреатом первого всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни, и началась его серьезная и неустанная работа над советской песней. Хотят ли русские войны? Которую люди просто впервые услышали в исполнении отца и полюбили. Эта песня стала неотъемлемой частью жизни многих людей. И не случайно просто как-то она вошла в дом и в душу каждого человека как добрый друг, который помогал всегда в трудную минуту и который одухотворял с собой людей. И, можно сказать, голос Георга Карловича неповторимой красоты как-то умел вдохнуть жизнь в эти произведения. А для композиторов, по-моему, самое главное именно найти такого исполнителя, который сможет оживить написанные ноты на бумаге и вдохнуть в них жизнь. И вот таким исполнителем как раз стал для многих композиторов. Счастье, которые имели познакомиться с отцом, он действительно дал рождение этим песням. Начав с песен Фраткина, Калмановского, Бабаджаняна, Отц постепенно спел более 600 советских песен. И не случайно на многих форумах, на многих съездах композиторов, песенников, во многих статьях, посвященных советской песне, всегда упоминалось имя большого пропагандиста советской песни Георга Отца, кто, можно сказать, сделал очень много в этом отношении. ПЕСНЯ Пусть летят, словно птицы, года, ерунда. Пусть у нас на висках седина, не беда. Пусть сердца наши бьются не в лад, не в попад. Только песня звучит и летит, и горит, и другие сердца за собою манит. Нам пришлось ведь от песни, что пела нам мать, начинать. До той самой, с которой мы шли воевать. С той, в которой мы были любимы, верны. И до той, где вставали мы против войны. Той, где мы завещаем борьбу сновьям. Пусть она прозвучит вечной памятью нам. Пусть летят, словно птицы, года, ерунда. Пусть у нас на висках седина, не беда. Пусть сердца наши бьются не в лад, не в попад. Только песня звучит и летит, и горит, и другие сердца за собою манит. Только песня, как птица, над миром летит. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Эти слова вспоминаются мне каждый раз, когда заходит речь о гражданственной позиции Георга Отца. Он был и поэтом в своем искусстве, и гражданином в самом высоком понятии этого слова. Он был гражданином и в своем творчестве, и в своей общественной деятельности. Коммунист, активный борец за мир, представитель своей республики в высшем органе власти, в Верховном Совете страны. Он больше всего и прежде всего боролся за идеи коммунизма и мира своим творчеством. У каждого человека свой путь борьбы за счастье и мир, свое оружие. Мое оружие – песня. Это оружие куют композиторы и поэты. И высшее счастье для певца, для артиста, когда песня, этот плод коллективного творчества, достигает сердец людей, находит в них отзвук. Свыше 600 песен было в репертуаре певца. Но главной из них в его арсенале борьбы были песни о мире. Песня о мире всегда занимала особое место в моем репертуаре. И не только потому, что это очень хорошие песни. Не только потому, что я член комитета защиты мира, а потому, что пока боец может держать в руках свое оружие, он должен сражаться за те идеи, которые он исповедует. А наши идеи, идеи, которыми одержимы лучшие люди Земли – это мир. Мир для всех. Мир везде. Мир навсегда. Мир везде. Мир везде. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.